Густые леса и полноводные реки А это главное богатство земли нашей Ее люди Самосовершенствование, преданность любимому делу И умение добиваться результата вопреки трудности Все это в той или иной степени описывает героев сегодняшней программы «Земля наша» Итак, в ближайшие 26 минут мы встретимся с предпринимателем-меценатом из Житковичей И образцовой многодетной семьей из Мозыря А также узнаем, что необходимо для воспитания мастера спорта Имя Михаила Соскевича сегодня на слуху не только в Житковичском районе, но и за его пределами Талантливого предпринимателя знают как человека решительного, умеющего преодолевать трудности и всегда готового прийти на помощь Свою профессиональную деятельность Михаил Соскевич начинал на Житковичском моторостроительном заводе Прошел путь от обычного мастера до начальника цеха Наступил 1991 год Во времена заката Советского Союза кризис переживали многие промышленные предприятия Моторостроительный завод не стал исключением Надо что-то было делать в это тяжелое время Потому что время было непонятное, сами знаете Развал крупнейшего союзного государства И каждый начал сам себе Ну и понимаете, экономика там стала, что-то такое Но пришлось в этом рисковать Надо было что-то Опыт уже был Потому что такие университеты, как пройти на Житковском моторостроительном заводе Где работали на, будем говорить, на авиациях Где все, ну, все размеры, все изделия шли в микронах Вот, это турбостартер для самолетов Вот, здесь это был у нас огромнейший опыт В июле 1991 года появился Сатурн Который был зарегистрирован как малое арендное предприятие У его истоков стояли три человека Среди них был и Михаил Соскевич С чего мы начали, значит, в штате у нас на то время было всего лишь три человека Вот Мы начали работать над зубными коронками Вот Это штамповка Вот Потом покрытие, будем говорить, их Под золото, это было там Ну, и вот с этого у нас началась деятельность Вот Значит, с этого мы начали, дали развитие Ну, и пошли Прежде всего начали выпускать мебельную фурнитуру Мы купили там пресс за свои деньги Дальше начали развиваться Взяли в аренду оборудование на заводе Ну, и потихоньку Ишло развитие наше Параллельно с фурнитурой стали производить запасные части для сельскохозяйственной отрасли Был организован выпуск деталей для комбайна Дон-1500 Повышение объемов требовало и увеличение численности коллектива В 97-м, 98-м, почти 100 человек работало Вот основное, это мебельная фурнитура И узлы, детали, комплект тоже для сельхоз, будем говорить, для сельхозмашин разными Ну, начиная от комбайна Дон-1500 Ну, и так далее В 1998-м году путем преобразования государственной собственности Малого государственного предприятия Было создано открытое акционерное общество «Сатурн» А в 2000-м году в процессе перерегистрации Преобразовано в открытое акционерное общество «Сатурн-1» Но для того, чтобы успешно развиваться Нужно было очень много сделать на новой базе Михаил Соскевич вместе с единомышленниками Уверенно шел вперед И все трудности оставались позади Сегодня «Сатурн-1» – одно из крупнейших предприятий Житковического района Компания выпускает оборудование для горной промышленности Комплекты для железнодорожных составов Комплектующие для нефтедобывающего оборудования Металлические формы для домостроительных комбинатов Ассортимент насчитывает свыше 200 наименований Несмотря на то, что «Сатурн-1» находится далеко от крупных городов Предприятие имеет производственные связи с крупнейшими фирмами Как в Беларуси, так и в России К примеру, тесное сотрудничество налажено с Тихвинским вагоностроительным заводом Там сейчас работающих 15 тысяч человек Вот наша вся комплектовка идет туда для сборки новых вагонов Любой цистерн, все модификации вагонов Мы поставляем туда свои узлы, детали и комплектующие Есть даже такие изделия, которые пытались где-то освоить в России на других заводах Они в их не пошли ни по сварке, их бракуют Вот есть такой корпус сборы мы делаем Это связано в вагонном хозяйстве Вот они идут на сборку полувагонов Вот это мы делаем Сейчас на данный момент разрабатываются новые изделия Новая тележка у них Где авторегулятор будет ставиться на тормозной системе На отсутствие заказов на предприятии жаловаться не приходится Сатурн-1 работает в круглосуточном режиме, выполняя потребности своих клиентов Сегодня более 80% продукции отправляется на внешние рынки Большой спрос на нее и в Беларуси Последние полтора года, к слову, активная работа ведется с Петриковским горно-обогатительным комбинатом Видим фрагменты продукции, металлоконструкции, которые будут идти для Петриковского обогатительного комбината Здесь происходят сварочные работы В данный момент идет загрузка готовая И фрагменты где-то в пределах 100 тонн Сейчас мы будем одружать на Петриковский обогатительный комбинат Уже почти готовые части уже сегодня одрузяли, вчера одружали Ну и сейчас идет загрузка вот этих металлоконструкций Сегодня используется самое современное оборудование, станки и технологии Имеющиеся на предприятии технологические мощности дают возможность выполнить полный цикл обработки целого ряда Достаточно сложных в техническом отношении деталей От получения заготовок до финишных операций В планах Михаила Соскевича по развитию предприятия Увеличение ассортимента и объемов выпускаемой продукции На сегодняшний день мы, как видите, здесь справа по походу, с моей стороны Делаем новую производственную площадь Потому что на данный момент уже нам надо расширяться Поэтому сделаем ход с посадом Цех, я думаю, в следующем году мы его сдадим И заполним новейшими станками ЧПУ Это есть на сегодняшний день у нас потребность в этом Кабинет Михаила Соскевича заполнен различными дипломами и наградами Начиная с 2000 года он неоднократно становился победителем конкурса «Лучший предприниматель» Когда видишь результат своей работы, оно как-то на душе Не сказать, что это легко Это каждый день, будем говорить Каждый день имеешь какую-то нагрузку Каждый день надо кропотливо относиться к тем задачам Не все же так легко идет Это не так-то просто Работать в металлообработке Михаил Петрович принимает и активное участие в оказании спонсорской помощи Благодаря его финансовой поддержке в Житковищах несколько лет назад Началось строительство храма святого Феодосия Черниговского Помимо того, что были закуплены все необходимые материалы Работники Сатурна выполняли и строительные работы Два года назад храм был освящен И сегодня он является оплотом духовно-нравственного воспитания Я лично сам хожу по воскресеньям Для меня это отрадно, потому что какой-то след Такой архитектурный памятник, можно сказать Очень красиво смотрится Ну, вы же видите его, если вот тут в Озерном Он уписался инструктуру этого города Как бы, будем так скажем Как все равно он там и должен был быть Михаилу Соскевичу есть чем гордиться Но он не почивает на лаврах, а продолжает упорно трудиться изо дня в день На благо многочисленного коллектива предприятия и своей малой родины Сергей Юзюк – личность уникальная Благодаря его стараниям город Житковичи прославился не только на всю республику Но и далеко за ее пределами Талантливый тренер взрастил не одну плеяду успешных спортсменов Да и сам в свое время неоднократно поднимался на пьедестал почета Его рекорд на республиканских соревнованиях по гиревому спорту 1998 года не побит до сих пор Сергей Владимирович 108 раз поднял 32-килограммовую гирю при собственном весе 57 килограммов Путь в большой спорт, как это часто бывает в жизни, был тернистый и непростой Однако все возникающие трудности помогал решать упертый характер У нас заошный конкурс такой был в газете как-то Газета тогда была «Физкультурник Белоруссии» И там заошный силач такой был Ну и там кто больше поднимет как-то гирю Ну я думаю, дай поучаствую Так, уже база такая была, фундамент Ну, как-то попробовал, пошло А потом там результаты начали они печатать Там кандидат мастера спорта, мастер спорта Ну, думаю, надо попробовать Начал пробовать Потом чемпионат области был Первый чемпионат я проиграл области Потом такой характер у меня, если добиваться, что-то делать, значит, надо делать до конца Ну и я начал тренироваться усиленно Второй раз выиграл область И потом пошло и поехало Значит, область, республика 16 раз выигрывал чемпионат РБ Сергей Юзюк увлекался и восточными единоборствами Однако основным занятием всегда был гиревой спорт Сергея Владимировича даже приглашали выступать за различные спортивные клубы Москвы Однако с распадом Советского Союза Спортсмен принял решение вернуться в родные Житковичи Как раз в это время в городе начали создавать детско-юношескую спортивную школу Вот это все дело только начиналось тоже Ну и, значит, тренером предложили Набрал ребят Ну и все вот это началось С НПшки Тренировались Сам тренировался еще Выступал, ребят тренировал тоже Выступали в разные Приходилось и на улице тренироваться Были такие случаи, что перчатки одевали И прямо на улице тренировались То, что трудно пройти, потом оно все запоминается Это хорошо, ты знаешь, что ты прошел затернистый путь Вот, и вот он твой Больше никто не может пройти эту дорогу У меня такой девиз, как бы Только вперед, никак назад нельзя Дорогу должен осилить идущий То есть, если на месте стоять будешь, ты ее не пройдешь Поэтому будешь идти вперед, обязательно ты ее пройдешь Человек как кирпич, чем больше он обжигается, тем больше закаляется Здесь трудности не закаляют Становишься еще тверже, упорнее становишься от этого Если характер, тут такое дело Вот мне на детях я определился Слабые, они ломаются Сильные же, и он еще больше закаляется Идет вперед Спортивная школа «Мотор» по-прежнему единственная На территории области, где культивируют гиревой спорт Сергей Юзюк – тренер с харизмой и особым подходом к занятиям Талантливый педагог разработал уникальную методику тренировок Всех секретов не выдает, однако главные правила довольно просты Планомерное распределение нагрузок, а также индивидуальный подход к каждому ученику Прежде всего необходимо воспитать силу духа и выносливость Физические нагрузки стоят на втором плане Значит, ребята, на теперешней тренировке мы будем проходить процесс обучения прыжков в длину Сейчас будет разминка, а после разминки я вам все расскажу Хорошо? Так, все, давайте сейчас Зайдись Берем мяча Становимся в круг, ребята В круг, круг, круг Бросать медленно, но стараться бросать так, чтобы другой мог не ожидать этого То есть работа на реакцию Немедленно То есть на неожиданность Опа, видишь, он может смотреть на другого Так уж получается, что взяв на себя обязанности вывести подростка в спортсмены Сергею Юзюку приходится попутно выводить его и в люди Оказывая на мальчишек не меньшее влияние, чем семья и школа Дети разные бывают, конечно Но немножко отвлекает у детей сейчас, вот современные Вот этот негатив, как такой вот компьютеризация Вот это она Вот они приходят, я у них забираю мобильные телефоны, планшеты, ложу на стол Есть такие некоторые Не успеешь упражнения сделать, и он сразу бежит туда Приходит его силой прятать куда-то То есть вы так дисциплинируете, да? Да, то есть стараюсь в детях воспитать вот такое нравственно-духовное какое-то состояние Потому что можно ребенка воспитать физически Он будет силен, крепок он будет Но он будет как дом, построенный на песке То есть он подрастет, он рухнет Поэтому нужно воспитать ребенка, прежде всего, в силу духа Такое нравственное отношение и к тренеру, и к родителям тоже почитание К старшим Если это будет, это наше будущее, дети наше будущее Если это мы будем воспитывать них Значит, потом его будет у детек И они будут вырастить, потом и спасибо скажут Еще вот такой аспект Я заметил Если в семьях родители направляют детей Поощряют тренироваться они Поощряют, значит, чтобы ребенок ходил, тренировался Стал лучше, крепче Ну, то есть, если доверяют тренеру, будет то Но если в семье такое негативное отношение Да зачем ты там, да тебе это не надо Математика одна или что-то в этом роде Тогда, конечно, троку мало будет Тяжелый и кропотливый труд Сергея Юзюка и его воспитанников Принес немалое количество дипломов и наград Житковичские атлеты были участниками соревнований в Греции, Германии, России и Украине Традиционно высокие результаты местные спортсмены показывают и на домашнем Кубке Полесье Сегодня турнир один из основных брендов районного центра Однако главной гордостью и визитной карточкой спортивного учреждения всегда были и его ученики Ну, вот это, значит, Кубок, завоеванный на международном турнире У нас Кубок Полесье, значит, седьмой Как я смотрю, здесь видно Ну, то есть, это Кубок, завоеванный нашими ребятами Тогда, как я хорошо помню, это приезжала к нам и Россия, и Украина Ну, и с Белоруссии где-то команд 10-12 То есть мы победили тогда, очень приятно это все видеть, потому что зря это не проходит Плод твоих рук, детей наших труд, все это хорошо Вот, дальше, вот можно любой взять из них Это будет отождествлять нашу, как бы, победу тоже Вот еще один, это уже 16-й международный турнир тоже За 27 лет педагогической деятельности Сергей Юзюк подготовил 80 мастеров спорта Среди которых двое международного уровня Результат для небольшого города действительно колоссальный Ловко обращаться с гирями харизматичный тренер научил и своих сыновей Алексей и Константин стали мастерами спорта А совсем недавно наш герой был удостоен еще одной награды Решением райисполкома ему присвоено звание почетный гражданин Житковичского района Это не только моя заслуга, спасибо большое всем Завершив успешную карьеру спортсмена, Сергей Юзюк сумел себя реализовать и на тренерском поприще И пусть до сих пор он помнит вкус побед, чемпионские амбиции со временем сменились гордостью за своих учеников Их достижения, как в спорте, так и в жизни, для этого скромного человека сегодня имеют приоритетное значение Многодетная семья Шубовских из Мозыря является примером искренней любви друг к другу, взаимоуважения и понимания Их счастливая история началась 17 лет назад, когда в небольшой деревне вблизи райцентра встретились Иван и Ольга Местный уроженец и девушка из республики Коми Тогда молодые люди и подумать не могли, что будущий семейный союз подарит им троих прекрасных детей Максима, Веронику и Матвея В молодости об этом никто никогда не задумывается Я думаю, все это приходит с годами, со временем Когда взрослеешь, понимаешь, на данный момент 42 года Да, уже дети, у меня двое взрослых фактически Старший уже пошел, говорится, на свой... Еще рано на свою технику Но, говорится, стал на свой путь, по которому он... Потому что в этом году у нас уже поступил в Мозырский политехнический колледж Нашу съемочную группу многодетная семья встречает в своей уютной трехкомнатной квартире Создается впечатление, что все здесь устроено с теплом и любовью И каждый предмет интерьера имеет свою особую значимость Когда нашему третьему ребенку исполнился год Мы вот их так всех решили запечатлеть в такой вот работе Заказали в интернете вот такую вот алмазную картину И, ну, вылаживалась она довольно-таки долго, месяца три, наверное Как раз вот все зимние вечера у нас в семье собирались мы за маленьким столиком Вылаживали каждый по чуть-чуть Кто-то вылаживал плечо, кто-то вылаживал лоб Ну, вот в итоге семьи... факт налицо, да Всей семьей вот такая у нас получилась работа Иван работает на предприятии «Беларусь-кабель» в должности инженера отдела снабжения Ольга занимается воспитанием детей Следит за их успеваемостью в школе и развивает творческие способности К примеру, обучает свою дочь навыкам рукоделия У моей семьи крови, нашей бабушке, скоро 65 лет И мы вот решили с дочкой сделать ей такую вот цветочную корзину Вот чем ребенок сейчас и занимается Скручиваем цветочки из гофрированной бумаги Потом их связываем и на пенопластовый шарик наклеиваем Получается такая вот декоративная корзинка Которая бабушки будет радовать круглый год Хотелось бы, чтобы дети, как это правильно сказать, меньше сидели в гаджетах И больше занимались вот чем-то полезным Чтобы они сделали что-то своими руками И смотря на свою поделку, радовался глаз не только их, но и наш Что руки у детей в правильном направлении работают Вероника еще не определилась до конца с будущей профессией Однако уверена, что навыки, передаваемые мамой, лишними точно не будут Тем более, когда процесс невероятно интересный и увлекательный Заниматься рукоделием это всегда, можно сказать, как бы и весело И у тебя развиваются руки И ты можешь в дальнейшем научить чему-то своих детей делать Делать подарки на день рождения близким, друзьям Когда мы с мамой садимся делать рукоделье Это обычно бывает по выходным, когда можно отдохнуть Когда ты не ходишь в школу И обычно мы это делаем вечером, когда день прошел И ты, когда садишься делать что-то рукодельное Я, допустим, с мамой обычно разговариваю, как прошел мой день И вот так вот мы сидим и не замечаем, как пролетает время И делаем вот такие вот поделки Мужская половина не отстает Им тоже есть чем заняться в свободное время Они обустраивают свой загородный дом После рождения третьего ребенка семья Шубовских при поддержке государства получила участок Работа сейчас в самом разгаре Говорить о каких-то сроках преждевременно Главное все сделать качественно Помогает сын, также родственники По возможности, что сами не можем консультироваться Есть знакомые, родственники, тоже строители И друзья также Плюс еще интернет Боет свой большой плюс В принципе, что-то не знаешь, что-то не умеешь Можно всегда проконсультироваться своевременно Поддержка и взаимопонимание Главные принципы в построении семейного счастья Уверены Шубовские Что бы ни случилось, в их семье никогда не ищут виноватых А вместе стараются найти выход из сложной ситуации Наверное, это самое, мне кажется, главное Это слышать и слушать Ну и меньше упрямиться Потому что если двое будут упрямиться Разве с этого что-то хорошее уйдет? Вот А когда друг друга слышат и слушают и слышат Семейное взаимопонимание Рождаются прекрасные дети И получается хорошая дружная семья Для Ивана и Ольги самое главное Чтобы у детей все сложилось в жизни И не важно, какую выберут профессию И где будут работать Стать хорошими людьми Вот с чем связаны надежды супругов И от того серьезное внимание уделяется воспитанию Двоих старших воспитывали в строгости Но с появлением третьего Я не знаю, как сказать И его вроде бы в строгости Но он понимает, что он самый маленький Дети уже двое взрослых И он понимает Если наругал папа Значит наругает мама Потому что мы как-то с мужем стараемся Держать одну оборону, как говорится И он знает, что если наругала папа Наругала мама Значит у него всегда есть слабые звенья Это сестра и брат, которые Защита Он бежит туда, к ним И вот мне кажется Вот от этого То, что у него много нянек Наверное И все старшие И все вроде как понимают Вот он у нас более такой Шаловливый Быть многодетным родителем Очень непростая задача Это огромное счастье И в то же время Колоссальная ответственность и труд Все дети разные И каждый требует к себе Внимания и заботы И потому быть родителем Значит работать 24 часа в сутки Всегда вот мне нравилось Всказывание говорили Вот как тяжело Наверное быть многодетной мамой Ну Себе в голове думаешь Мы же рожаем себе не ношу Да А счастье Поэтому дети Это всегда счастье Это всегда радость Это всегда смех И Бывают моменты Когда тяжело Потому что Дети взрослеют У них У каждого свой характер И хочется Наверное Тоже каждого И слышать И слушать И понимать И где-то Направлять Приходится Как говорится На путь истинный Чтобы И не в ущерб Его каким-то Интересам В семье Шубовских Уверены Мечты сбываются Главное Не ждать чудес Со стороны А самим Делать все возможное Чтобы воплотить Свои желания В жизнь Субтитры создавал DimaTorzok